здравствуйте друзья мы продолжаем наш портрет вот это вот растение космея мы ее очень любим детство напоминает и мне и фанечке и вот мы решили сюда подбросить тем более что мы собираемся его там высадить там у нас яблони растет и вот ее веточки я думаю что здесь пару яблочек появится в домашних условиях студии я немножечко потрогал траву организовал как бы силуэты свет и тени вот немножко с платьем поработал и сейчас личико буду писать с натуры и фанечка будет позировать причем фанечка будет позировать на том месте а ближе потому что я буду буквально заниматься выписыванием лица ну что фанечка садись попишем на маслице пишу сегодня фанечку приблизил к себе чтобы она ну чтоб не всматриваться а видеть перед собой личико садись попишем сверху что в это bought по так хорошо светила солнце и вдруг не щас сначала вы видите я набрал практически на все на все личико вещество красочки от солнечных зайчиков само лицо мы спрятали видите за ну может не видите такое сделали на вес потому что солнце светило прямо на лицо зайчики были вот такие на лице так что пленэр дело трудоемкое так вот я набрал на лицо панечка чуть выше головочка на лицо набрал вещество как некий тональный кремчик и теперь с этим работаю рефлексик светлый рефлексик от платья так солнечный зайчик здесь жил теперь не живет будем пытаться его воскресить конечно с натуры особенно когда выписывать лицо гораздо больше видно чем с фотоматериала когда прям перед тобой модель чуть выше Продолжение следует... Продолжение следует... О, отлично! Продолжение следует... 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 Звуки стройки, которые вы постоянно слышите, это наши звуки. У нас все время что-нибудь строится, но рано или поздно стройка закончится. Субтитры создавал DimaTorzok Помните, я проговаривал, может быть, в прошлый раз и в предыдущие фильмы, проговаривал, что губы желательно, чтобы были написаны так, как будто к ним прикоснулись тремя мазками. Не замученные мазками, а такое легкое письмо. Ну и, конечно, импрессионисты в этом смысле подсказчики хорошие, потому что у них чаще всего именно такое почти в формате смайлика письмо. Тем не менее, мы к ним претензий не имеем и с удовольствием любуемся образами. Хотя, допустим, у Ренуарчика женщины похожи, как с одной писаны, в силу того, что он ставил перед собой не внятно портретную задачу, а картинную задачу. В этом смысле, когда портрет заказной, ему было сложно, потому что нарушалась идиллия картинная, и начиналась попытка угождения клиенту. Хотя, в некоторых случаях, он, конечно, безупречно выполнял и то, и другое. Продолжение следует... А кто для тебя уже стал, Санечка, любимчиком из импрессионистов? Ну, Ренуар. Ренуар, да, реально. Как и у меня. А еще Берта. И Берта. И Сахарова. И Сахаров? Да. Знакомая со ними. Ух ты, какие светики. А можешь так, чтобы плечико немножечко, вот как было у нас? И теперь головочку в мою сторону. И уклон головы, смотри, вот такой, не падающий, а вот сюда, да. Ну, вот я сейчас поймал рефлекс, я не знаю, будет ли он звучать, попытаюсь его сейчас делать. Очень уж он звонкий снизу носика. Ну, вроде ничего. То есть это не прямой свет, смотрите, не прямой, а именно отраженный свет. И смотрите, какой у него сейчас, как он активен. Сейчас я камерку чуть-чуть направлю, чтобы вы увидели. Снизу, видите, рефлекс сильнее, чем, как бы, сильнее, чем свет. Ну, хочется попробовать его положить. Потому что пленэр, это, конечно, в первую очередь, игра света. Если все остальное можно и в студии сделать, то заметить такие рефлексы, написать их, это, конечно, приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну вот сейчас вроде губки сложились как вот эти вот пресловутые три движения. В общем-то я губками вроде как доволен. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. При том, что и характер сформировался у них. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Тоже работая сейчас с волосами приходится подлавливать идею зайчиков. Субтитры сделал DimaTorzok Наверное на протяжении лета один раз видишь, что солнышко есть, потом на неделю... Не только это, но вот сейчас я гонялся за светом и это было очень непросто. То есть, поскольку Серов не мог себе позволить, будучи таким академистом, заметным, не мог себе позволить такой легкий жанр, который позволяли себе импрессионисты, в том числе некоторые русские, то, конечно, ему приходилось на пленэре вымучиваться. Вот. Ну и, конечно, это прекрасно, что остались такие дивные примеры пленэрного академизма. Но, конечно, все люди должны быть готовы к тому, что пленэр – дело сложное, капризное. Ну и, конечно, пользуемся возможностями фотографии для того, чтобы не сойти с ума с этим пленэром. Я думаю, всякий, кто попробовал из новичков писать на пленэре давно уже, вернее, с этим уже столкнулись. А к пленэре дети столкнулись. Но, с другой стороны, вот это вот общение с природой, с приятной натурой, у кого есть приятная натура, это, конечно, большое удовольствие. Вот я сейчас заметил Светик, зайчик Света, который сбил напряжение челки. Вот, пробую его посадить туда и смотрю, что получится. Ну, цельность челки он мне съел. Возвращаю обратно. Не-не-не, я возвращаю, потому что цельность нужна. Пленэру учимся, конечно, в первую очередь у импрессионистов, Мане, Ренуара. Иначе, на мой взгляд, ну просто иначе не нужен. Иначе это только трудоемкость. Конечно, если все правильно говоришь. Проходят желание работать. И все. Так, ну что, ручку. Она красиво лежит. Можно, в принципе, чуть-чуть в студии потрогать бы и все. Посмотри, по-моему, головочка состоялась. Мне очень нравится. И мне эта девочка очень нравится. Продолжение следует...